приветствую вас геймер меня зовут дмитрий мы продолжим играть вы повесать 4 чьи руки тег ну что еще нападем сегодня на прованс я все-таки думаю наконец-то да уже 798 год 1098 по той причине что вот у нас с вами ригинский совет заходил до чего-то правитель умер очень быстро предыдущий и в общем ригинский совет случился поэтому мы довольно много времени потеряли не воевали ничего не делать ладно нагоним тег прованс речь посполитая феррай сицилия нидерланды в союзниках в общем самый оптимальный вариант напасть на феррару так речь посполитая по вот смотри короче надо надо попытаться еще раз вот так вот сделать выбрать речь посполитую выбрать прованс чтобы речь посполитая нам помогла если речь посполитая нам поможет то мы однозначно прованс загасим а с феррари да говорится будет вообще легко потому что нее одна провинция ну что нападаем главное чтоб прованс в войну ввязался да и пизу мы занякс или потому что времени много все слушайте прованс прованс вступил в войну отлично все теперь теперь нам остается совсем по росту вот этих товарищей сюда так немного войск надо сюда поигнать и пойдем осаждать потихонечку прованса не хилые крепости конечно мы справимся это однозначно сами речь посполитой с помощью армии речи посполитой мы всех союзников прованса если они по войну вяжутся по колбасим на изича так пока пока тут таких особенных фигасе слушать вы только посмотрите чё сицилия творит еще недавно испания было 5 сицилия так слишком мало войск ручки осаждают надо на феррару в действительность побольше и к сюда еще кого-нибудь так 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 до военки покачать очков что у нас пока достаточно мало генералов все умерли а те кто не умерли и тут мягко говоря не очень потому что традиции у нас спали я переназначил несколько генералов теперь меня на 2 звездочки 11 на одну звездочку так захватили корабль господа дорогие отступили тут насадим прованс все будет в ажуре так сицилия сна я воюет это факт с нами воют нидерланды все прованс своих друзей позвал ну окей разберемся с ним сейчас главное собственно сам прованс и сицилию замочить и потом мы со всеми разберемся дефины под нашим контролем вот этих товарищей можно вообще разбить только мы а и блин неудобно вместе таком так и еще кое-что я вам не сказал 4 колонист появился наконец-то узнал как его получить короче знаете что надо сделать надо в внутренней политике кстати указ о колониальных поселениях и тогда все будет просто в ажуре да сейчас там еще поезд поселенцев увеличился мы я думаю успеем заколонить все оставшиеся территории в америке так значит ой слишком мало уиск среди пробочку сюда ли не подогнать побольше он тут сицилия ходит она дальше крепости по идее не пойдет до дальше крепости она не пойдет нидерланды речь посполитая давит нидерланды это отлично прованс мы взяли это значит что они тут пока ничего не значит мы не можем пройти дальше так ладно так смотри кто-то из этих сейчас осаду выиграет обязательно мы разберемся не пока вот эти войска скинем повоевать с сицилией фига тут рати ходят крутяк так ребят помогайте нам всего вот видите если бы речь посполитая помогла бы прованса нам было бы задница мы даже с количественными идеями не можем пока воевать на настолько со столь и со столь сильными товарищами так ладно эти войска пока можно их в сиену скину нидерланды что у меня захватили провинцию надо наверно речь посполитая дать задание чтобы она хотя хотя знаете мне надо чтобы она и здесь помогала и там равномерно силы свои использовала потому что на том участке нам конечно тоже надо бы чтобы нидерланды жали где нидерланды они опаснее чем сицилия так то есть подумать что нидерландов боль прокаченной провинции больше войск и технологии небось тоже более развитой потому что сицилия она другого время в большой зернице находился национализации можно провести колонийных территорий да кстати у нас еще прикольная такая фича появилась мы типа родина революции потому что революционно францию мы с вами съели хотя по моему она революционной не было в тот момент когда мы ее съели просто бедствия революции ну ладно пошлины на соль не будем новая колония заколонилась а я почти каждый год теперь колонятся вот это шикарно двое 1800 год нам осталось не очень-то много играть тык речка спалитая в принципе телепатически меня поняла и пошла в нидерланды отлично некоторая часть войск осталось как раз здесь сицилия тут топает что замышляет речка спалитанская армия с ними раздевается кстати сделал вам можно сказать небольшой намек на то где будет следующая партия проходить ты бежишь за кого вот за эту страну можно будет собрать речку спалит и завои мы интегрировали отлично будь так ну все то есть вассалов у меня больше ты не осталось выиграли феррагу теперь надо идти в сицилию я не знаю возьмем ли мы что-то у сицилии бэфи больше я хотел бы офига себе парованс забрал земли венец и не слушайте пресса вот это хаоси чудо потому что парованс хочется уничтожить в большей степени чем сицилию так нидерланды нидерланды реформаты нидерландами еще долго бодаться придется сицилии наверно наверно примерно так же долго эй думай давай быстрее так нет сицилия чуть-чуть подговорчивее быть но вот в том-то и дело что чуть-чуть значит войска сюда в анкона запихнем тут сейчас одну из осад выиграем надо генерала назначить тут пока назначим наверное сюда наверное генерала ну слушай в принципе неплохой только осаждать не умеет так что-то мы еще заколонили с вами а что тут почти доколонили участочек в принципе осталось всего ничего я думаю мы успеем до конца игрульки это сделать так 24 косаря венецианцев осаждают агет сон там нету крепостей так что лаком в руки пусть осаждают там сейчас речь посполитая придет порядок не ведет тэн тэдэ дэн так еще тэн тэдэ дэнов устроим голландцы голландцы толком ничего пока не делают по всей видимости их армию разбили Желание воевать в них есть. Так, сейчас Сицилию завалят. Молодцы. Авеньон это у нас... А, вот. Авеньон это вот здесь. Изначаем. Монженераля, наверное, сюда. Пускай будет. Еще один. Что-то какой-то нуб. Несмотря на то, что ему две звезды выдали. Ну ладно. В принципе... Главное, чтобы мы... Тут с генералами ходили. В большей степени. По военке мы, в принципе, прокачаны. Думаю, что... Все нормально будет. Провансальская армия разбита. Сейчас вот здесь провочку возьмем. Пойдем в Анже. Так, админка или престиж? В принципе, админку можно потерять. Грамотно использовал я административные идеи. В этой партии. И особо на национализациях не терял тонны административки, как было раньше. Поэтому мы с вами... Имеем целый профицит админки-то. Вот это круто. Так. Давай вот сюда мы заколоним. Вот эту группу куда-нибудь потом туда отправим. Тогда она заколонит еще одну территорию. О! Мои дубы золото производить. Так, стабилити или престиж? Ну, давай престиж, конечно. Дрегиньян под контролем Чироков. Справляемся в Анжу. Тут мы что-то у голландцев отжали. Но голландцы не хотят сдаваться ни в какую. Поэтому... Поэтому продвинемся чуть-чуть дальше. Тут 4000 гарнизон. Вот и отлично. Так что если голландцы сюда сунуться, им не поздоровиться. Серьезно. Прованс, кстати, уже сдается. Готов сдаваться. Дым-дым-дым-дым. Так. Сиен мы взяли. А дальше не пройдем. Потому что... Потому что вот эта крепость мешает. И дядька Султаныч. Так. Ну давай... Давай как сделаем? Адмирал. Адмирала нанимать я не хочу. С другой стороны будет довольно рисково тут. А и ладно. Кто не рискует, тот не побеждает. Давай попробуем. Эту плотилию. Отправить в Сиену. Грузить на корабли. Эти, которые микропровод берут, в принципе, на них пофиг. Да. Сейчас мы пока погрузимся на кораблики и захватим Корсику с Сардинией. Давай, Рещи. Романье. Под контролем сицилийцев. Все. Тут мы совсем разобрались. Давай куда-нибудь сюда этот блок кинем. Или сюда, в крепость. Тут мы сейчас Анкону возьмем. И порядок наведем с сицилийцами. Я думаю, они потом сдадутся. После того, как мы подожмем их территорию. Так. Ну, все. Сейчас тут... Сейчас тут и голландцы сдадутся. У голландцев, может, и возьмем что-нибудь. Не очень много, но возьмем. Рецу взял. Взяли сицилийцы, но это ненадолго. Мы выиграли Лимбург. Швеция что-то там порвала. Так. Лимбург-то где? Здесь у нас... Сюда бы пройти в Кобленс. Тут маленький. Или маленькая крепость у них. Тын-ты-ды-дын. Вот. Антверпен взяли. Ну что, голландцы вот там... Что-то они какие-то... Что-то они там какие-то лютые. Попались нам голландцы. Что-то они... Не горят они желанием сдаваться пока. Так, ну там что-то они... Что-то они там захватили что-то. У голландцев мы. А все, они на биомер-то согласны. Может быть, даже еще что-то возьмем у них. Так, брабант. Так, давай посмотрим. Посмотрим, что у них вообще есть. Все прокачано. Да, все очень хорошо прокачано. Я бы взял... Знаете что? Я бы взял, наверное, вот это. Дело. Город Гент. Если можно. Если нельзя. Посмотрим. Что можно, то и возьмем. А, можно взять Гент. Наверное, на этом-то и все. Копеечку только отжать. Вот. Ну и нормально. Так. Все. Голландцы. Сдаются. Национализацию Баха. 39 админки, заметьте. Хотя, если бы мы были бы, допустим, какой-нибудь европейской стороной без административных идей, это стоило бы, наверное, очков 300. Так что... Так что, как вы видите, мы действительно очень грамотно в этой партии использовали идеи. Так. Ну, давай. Ну, в общем, осталось... Осталось только тут... А что такое кони? Боюсь спросить. А, вот это? Кони, блин. Так. Давай сюда. Сейчас вот эти ребята выиграют осаду, пойдут в Сардинию. Сицилия последняя нация, которая еще бодается. Она не согласна даже на Белый мир. Какое-то сражение выиграли непонятное. И мы взяли Анкону. Взяли Анкону, пойдем в Неаполь. В таком случае. А все, Сицилия средняя. Сицилия, наверное, уже сила. Нет, не согласна. Ни на что не согласна. Ну, подождем. Давайте посмотрим, что будет, если мы съедим весь Прованс. Сколько ширине это будет. И по поводу Феррара, я ее, наверное, завассалю. Через 10 лет за Аннексию она всего одну провинцию имеет. Так. Весь Прованс, кстати, стоит 105 счета. То есть, весь Прованс мы не съедим. То есть, кусочек Прованса надо будет оставить. Где-то. Выгоднее всего, знаете, где его будет оставить? Наверное, Варецу. Вот, Вареца кусочек Прованса я оставил. Сколько там? Сколько там это будет все счастье? Фига себе, 134 из их решений. 882 дипачка. Жесть. Нет, весь Прованс мы, наверное, не сможем съесть. Это, это дикий анрил. Кстати, давайте приоритет поменяем на дипачки. Потому что, потому что админки у нас с головой хватит на все. На последние левел технологии, на прочее все. Вот дипломатия нам сейчас пригодится. 800, потому что дипачков тратить. Ты, окажется, контролем. У Сицилии, наверное, ничего не возьмем. Просто договоримся с ней как-нибудь. Корсику взяли. Жизнь Аполь выиграли. Тут, ребят, пополам сделаем. Пусть. Эти сюда пойдут, эти. Эти сюда пойдут. Меха. Кто-то будет производить. Романья под контролем Чироков. Коле предстоя у кардинала. Все Сицилия, пожелание выиграть низенькое. Можно с Сицилией договариваться. Так. Ну, смотри, в общем. В общем и в целом. Можно, конечно, у них Романию взять. К примеру. Большего... Большего брать не стоит у них. Попросим у них денежку. Да и хватит. Так. Нарализацию поставим. Остается просто ждать. Просто ждать, когда дипачки накопятся. И потом... Потом мы с вами договоримся с Паравансом. Договоримся с Пирарой. Да. Ну, конечно, выгоднее было бы... Ну, в смысле, без потери дипачков нападать именно на Параванс. Но, опять повторюсь же. Удар Речи Песполитой был бы для нас очень болезненный. Сами видите, сколько у них войск тут ходило. Бродило. Так что остается нам просто сидеть и ждать. Там потом детьку генерала уволим отсюда. По-моему, именно у этого скиллы были неважные. И все. Так, сколько там у нас уже? Ежемесячный прирост. Плюс 12, да? Весь Параванс, наверное, действительно не получится съесть. Там соширение большое. Ну-ка, давайте посмотрим, что вообще у него тогда. Давайте, может, его островным государством сделаем. В таком случае. И в Италии чуть-чуть пусть будет. Допустим, вот это мы не будем хавать. Так, это 106 будет по соширению. Ну, в принципе, годно. И 690 дипачков. Ну, окей. Так. Мэн и Анжу надо будет отжать, и они согласятся после этого. Так. Все, спокойно. Надо просто докопить очки. Прирост у нас хорошенький. Так что где-то года за 2 или 3 все очки мы наберем. На требованиями мира можно не бояться. Там все нормально будет. Так. А, кстати, подожди. А если мы через Феррару договоримся? Это дипачков тоже. Слушай, бесплатно будет все. Все будет бесплатно, если мы договоримся с Феррарой по поводу. Так, Феррару 8 сал. Это 16% счет. Так. Да. Вот это забираем, если. Так. Так, 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 так. 106. Да, нормально все будет. Феррара нам сэкономит дипачков, только 90 надо будет потерять. А я какой-то дичью пытался пострадать. Так. Национализация Гента и Романии тогда завершаться. Это у нас когда будет? Апрель 84-го. То есть через 2 года подписываем такой вот миф. И все будет окей. Вот. Ладно, тогда прогоняем, ждем. Посмотрим, что тут пока творится интересное. Речь Посполитая домой вернулась. Так, генерала-то надо ликвидировать. Это вот этот у нас хреновый? Да, 3-3-1. Так. Традиция у нас 60, кстати. Все, увольняем дядьку. Оставать просто дождать. Ну, значит, дипломатов лучше нашли с соседями. С Тунисом улучшать мне как-то не хочется. Он умер мастер шпионажа. Да. Нового советничка. Ну, господи. Мне главное, что он придипачка дает. Так. И колонить мы, получается, направляемся вот сюда. В Якуты. Все, там за колониям. И потом пойдем там, где Навахо раньше были. Соседние территории. Возьмем у них. Мин-Куния, может, и зовет самостоятельно. Так. Это у нас... Вот здесь давай на север пойдем. Начнем по чуть-чуть колонизацией тут заниматься. Ну, и все. В связи ищем. Гент уже на 60% национализованный. Сординию взяли. То есть для сотки по счету нам осталось, по сути, прийти и замочить вот этих вот бедолажек. Так. Какие-то у нас... Претензии появились. Ассимиляция туземцев. Угу. Так. Национализации забацаем. Эти по нулевому сверх расширению. Их можно не дожидаться окончания. Все окей будет. Кольяре взяли. Прованс, по сути, все. Сотка счет у нас. Надо просто дождаться окончания национализации. Это будет где-то примерно в марте или апреле 1804 года. Так. Давайте пока коротко подумаем. То есть немного подумаем, на кого в следующий раз напасть. Я думаю, что лучше всего напасть где-нибудь здесь. В Индии богатые территории имеются. И было бы неплохо напасть на Мадурай с Малабаром. Которые друг за другом в союзе. Много сверх расширения они не дадут мне. Зато ценность у их провинции достаточно большая. Вот. Так что я думаю, плюс в комментариях предложили мне на Тунис напасть. Тунис. Да, Тунис у нас все еще в союзе с Марокко. Дядька Султан их почему-то бросил. Вот. Ну, Тунис можно будет попозже напасть. Я думаю, времени у нас хватит, чтобы на Тунис напасть. Единственное только, что у него территории это не ошибка богатые. Так, мы можем исследовать диптихи. Не хочу. Так, админочка. Админочка у нас... Ой, админочка у нас еще долго будет исследоваться. При этом очков у нас дофига и больше. Я вот никогда раньше не испытывал такого серьезного проэффициента дипачков. Ой, дипачков. Админочку. Вот это... Вот это, конечно, круто. Так что, ребятки, обязательно берите административные идеи. Берешь административную идею, прокачиваешь до стоимости национализации и потом спокойно можешь шиковать. Потому что стоимость национализации вообще шиппотребская. Посмотрите, гент, раскачанный гент стоит 39. И 15, 10, 14. Вообще, дохрена, наверное, стоит. Тугая стоимость... Вон, административная эффективность 60% снимает у нас национализацию. Так, вот. Там еще... Там еще то, что мы заморские, конечно, тоже влияет. Но тот факт, что мы так снизили эту стоимость... Это офигеть просто. Просто офигенно. Ладно. Сколько нам там? Магадиша уродился? Где-то около... Около 9 месяцев до конца в Ивашке. После того, как мы разберемся с индийцами, разберемся, наверное, еще с Тунисом, потом мы... Так. Гиппочки. Ага. Потом мы, наверное, с вами, если время останется, мы пойдем на Лотарингию или Милан. У кого-нибудь из них. Лотарингию меня вообще в соперниках держат. Зачем-то. Инквизитор какой-нибудь двинул. Пример, какие-то из производства... Надо провинции будет покачать какие-нибудь, наверное. Вон, Лондон какой-нибудь. В Лондоне уже давно беспорядков нету английских. Ну, они на нуле. Можно Лондон скачать. 18 уровень. Так. Кто-то бустанул тут. Давайте. Поможем бедному Провансу. У них еще в столичке крестьяне восстанет. Ну, сейчас мы с ними договоримся. Так. И еще мы можем мессионеров Генту править. Благое дело. Так. Да, Романье осталось всего ничего. К берегу может изваться самостоятельно. Так. Значит, вот этого я хотел сюда отправить, да? Ну, давай, колонь. Здоровье. Мы успеем. Мы успеем заколонить все, что в Америке осталось. Это однозначно. Буквально 3 или 4 месяца нам осталось, и война заканчивается. Я думаю, даже требования мира не будет. А нет, будет. Ну, чуть-чуть буквально терпеть осталось до конца. Национализация Романи вон. 94% пишут. Уже 96. 97. 98. 98. Так. Что там у нас? Какие-то линтики. Зерно. И кардинал раскрыт. Курс какой. Так. Ну, все. Тын-ты-ды-дын. И давай договариваться. Так. Значит, фиара у нас вассал. Вот это мы все хаваем. Так. Можно, конечно, везет Сиену. 120 будет. В принципе, войск и рекордов должно хватить, чтобы беспорядки чуть более частые отгонять. Ну, в принципе, почему нет? Давайте Сиену еще возьмем. Так. Денежка. Денежку заплати, пожалуйста, если ты можешь. Вот. И шикарно. Так. Прованс можно завассалить. Фига себе. Так. Слушай. Подожди-ка минутку. Это че? Это че ты мне предлагаешь? Ты мне предлагаешь, что ли? Слушай, мы можем Прованс завассалить. Так. Подожди. 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 Не надо. Бежать впереди паровоза. Давайте посмотрим. Так. Значит. Синие еретики. Минус 40. Кто он у нас не формат? Так. Вауэй. Дваждебное отношение имеет казус. Согласие отношения не с 51. Будет еще больше. Намного больше. Подрывает. А! Вот Оринги еще с своими шпионскими гейми у меня репутацию подрывает. Нет. Короче. Умнее будет Феррару завассалить. Так что давайте. Давайте не будем отступаться. Значит. Ферраро-Черукский вассал. Да. Можно завассалить обоих, кстати, попробовать. Если. Хватит. А! Слушай, хватит. Давайте завассалим обоих тогда. Обоих завассалим этих товарищей. 156 дипачков. Это будет стоить. Так. А если мы сиену отожмем? Будет 101 по счету. Да? Ладно. Не будем париться с этим. Сделаем вот так. И заплатить копеечку. Все. 120 решения. Два новых вассала. Все в ажуре. Так. Желаем свободы. Но это понятное дело. Потому что Параванс у нас не шибко обожает. Пока. Это они потом с этим поборются. Конечно же. Будут меня любить и обожать потом. Стоимости вообще данищенские. Все. Занационализируем сейчас. Ну и конец эпизодика. Как я уже сказал. Следующий наш поход будет скорее всего индийский. Так. Сохраняем игрульку. И на этом пока все. С вами был Митров. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео. Ставьте пальцы. Все доброе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you guys.